В Пскове почтили память святой равноапостольной великой княгини Ольги. Правительница древнерусского государства была родом из села Выбуты неподалеку от Пскова. Она же по легенде положила начало строительству главного храма епархии, посвященного Святой Троице. И в день памяти великой княгини митрополит Псковский Порховский Тихон совершил божественную литургию в кафедральном соборе города. Псков впервые упоминается в летописях в начале X века в связи с женитьбой киевского князя Игоря на Псковитянке Ольге. Уже будучи великой княгиней, она повелела построить на своей родине храм. Первоначально Троицкая церковь была деревянной, но в XII-XIII веках собор перестроили в камне. Святая Ольга положила начало особенного почитания на Руси при Святой Троице. В чем было ее главное величие? Государственного деятеля, матери, бабки, женщины, принявшей христианство. Все это так. Главное ее величие было в совершенно поразительной вере. Ведь давайте подумаем. Равноапостольная апостолы, целые народы, множество людей приводили к Богу. А кого привела к Богу при своей жизни равноапостольная Ольга? Мы не знаем ни одного имени. Она сама пришла к нему. При крещении русская княгиня удостоилась имени Святой Равноапостольной Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи и обретшей животворящий крест, на котором был распят Господь. Святая Ольга верила, что в скором времени и вся ее страна, и ее жители придут к вере. И святая Ольга всем сердцем восприняла это, не рассуждая, в высоком смысле слова не рассуждая, то есть не подвергая сомнениям слова Божьи. И ее вера стала верой апостольской. Сын Ольги Святослав не стал христианином, но ее внук, святой равноапостольный князь Владимир, не только сам принял евангельскую веру, но и крестил своих подданных. При Владимире Святославовиче совершилось крещение Руси. То, о чем мечтала святая равноапостольная Ольга. Субтитры создавал DimaTorzok